Так, ну, начнем. Привет, это Костя Сан, и сегодня первый в сезоне 23-24 обзор со снега. И как я вам и обещал, первым будет Джонс Ховер 2.0. Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня первый обзор со снега. В Шерегешу уже начался сезон. Вы наверняка уже видели наши катальные видосы по пояс в снегу. Сейчас ситуация слегка изменилась. Снег сел, потеплело, но это хорошая подложка. И уже завтра мы ожидаем хороший снегопад. В общем, посмотрим, что будет. А сегодня обзор. Решил начать с Ховера. Новая модель. Не новая модель, старая модель. Новая версия старой модели. В описании я оставлю ссылочку на видео, которое мы снимали для магазина Кант. О новинках в бренде Джонс. И там я много рассказываю про новый Ховер. Ну и сейчас мне удалось уже покататься во всех кондициях снега, которые только можно встретить на курорте. И мне есть, что вам рассказать. Но перед тем, как мы начнем, давайте я расскажу, как вы можете поддержать наш проект. Ну, конечно же, комментарием, лайком, подпиской, безусловно. Если это видео понравилось вам, делитесь им с друзьями. Может быть, кто-то как раз в данный момент выбирает себе доску и собирается ехать в Шерегеш. Ну и, конечно, вы можете воспользоваться нашими промокодами, информацию о которых вы найдете в описании. Пользуйтесь ими, делитесь ими, потому что мы с этого получаем приятные бонусы. И продолжаем делать для вас обзоры. Этот сезон будет насыщенным. Я читаю ваши комментарии, вы накидываете темы для новых видосов. Мы постараемся реализовать хотя бы часть из них. Скоро к нам приедут досочки ЕС. Надеюсь, подоспеет Капита и будет еще много всего интересного. Поэтому подписывайтесь прямо сейчас. Можете нажать на колокольчик, тогда вам будут приходить уведомления о новых видосах. Ну, а мы начнем. Сегодня в Джонс Ховеркрафт сезон 23-24. Обновленная версия легендарной модели бренда Джонс. Я специально нашел в этой же Ростовке, это 156-я Ростовка, нашел прошлую версию этой доски, которая выпускалась в бренде на протяжении нескольких сезонов. Как я уже рассказывал в видосе на канале Кант, хоть в названии стоит цифра 2.0, то мне кажется, это уже третье поколение Ховера. Сначала он был абсолютно без 3D-форм, ну, типа без ложки на носу, как вот на нынешних моделях. Потом ему добавили 3D-формы. И вот сейчас третья версия, Ховер даже внешне перестал быть похож на тот Ховер, который был раньше. И это видно. Чуть позже мы сравним их более детально. И изменилась не только его внешность. Он стал ехать по-другому. Это просто другой снаряд с тем же именем. И если попытаться в двух словах описать новую доску, то вот старый Ховер был бронебойной машиной для... не только для глубокого снега, а прям для фрирайда. А новый Ховер более гибкая, игривая, проще, плавучая досочка, на которой острое, достаточно острое, на которой приятно покататься не только в мягком снегу, но и по трассе. Ну, а теперь обо всем по порядку. Новый Ховер стал шире. Ширина талии у нового 26,3. Ширина талии у старого, в той же 156-й ростовке, 26. Изменилась ширина носа и хвоста, а точнее разница в ширине носа и хвоста. На новом Ховере нос стал шире, пяточка стала уже, то есть он приобрел более клиновидную форму. Вот такую. Я думаю, это заметно визуально. И это придало ему большей маневренности. Он стал мягче. Сейчас, конечно, вот этот сноуборд уже прилично укатанный. Вова, спасибо тебе за предоставленную для обзора досочку. Черкни в комментариях, чтобы страна знала своих героев. И сейчас я нажму на одну доску и на вторую. Несмотря на то, что та уже изрядно покатана, чинена с лопнутыми кантами, она все равно жестче. Попробую нажать на нее с тем же, с одинаковым усилием. В магазине я находил свежую досочку прошлой версии, и она была еще жестче, чем эта. Итак, новый ховер стал мягче. Но мягче он стал, не просто его там сделали мягче, а он стал более гибкий между закладных. Я уже рассказывал про эту технологию. Джонс называет это V-Core. Ну, V как. Я не знаю, типа, когда ты наступаешь на доску, прогибаешь ее, то зоны под креплениями гнутся минимально, а прогибается досочка между креплений, напоминая букву V. И величина этой технологии, амплитуда гибкости, что ли, она на разных досках в линейке Джонс разная. Здесь просто написано V-Core. Например, если вы откроете страничку на сайте Джонс с Джонс Твикер, то там будет V-Core 3, по-моему. Ну, он, правда, очень гибкий между креплений. Очень жесткая пятка у него. То есть, я нажимаю на доску, видно, что она флексит. Но, если нажать только на пятку, вот я нажимаю в заднее крепление, то пятка практически не сгибается. Давайте попробуем нажать на нос. Нос, конечно, гнется, но нос не мягкий. То есть, при кажущейся мягкости нового ховера он гнется вот здесь. И вот это и меняет, наверное, в корне поведение этого снаряда. То есть, досочка, которая более гибкая между креплений, она еще и торсионно ногами может скручиваться. И на меньшей скорости управлять этой доской, например, в тесном лесу, гораздо проще, чем прошлой версии этой модели. Плюс, вкупе с более клиновидной формой этот сноуборд стал маневренней. Хотя, радиус бокового выреза остался тем же, 9 метров, что и на прошлой версии этой доски. Но из-за клиновидной формы, гибкой середины, он стал более живым, маневренным, интересным в катании. Идем дальше. Теперь немножко про его прогиб и в целом про изгибы доски. Это кэмбер. Но я бы сказал, что кэмбер очень лайтовый. Вообще, величина кэмбера на разных досках. Джонс разная. Величина это, если мы, например, положим досочку на ровный пол. Сейчас, конечно, это максимально не показательно. Но то, насколько середина доски поднимается от поверхности, на разных досках этого бренда разная. Здесь кэмбер минимальный. Зона рокера, подъем, ранний подъем носа начинается вот с этого места. Но это практически нижняя граница логотипа на носу. И на хвосте это место, вот, нижняя часть с летающей тарелки. То есть, вот, зона кэмбера вот такая. Но на хвосте рокер начинает подниматься, хвостик начинает подниматься очень плавно. Очень важная особенность этого сноуборда и одно из главных отличий его от прошлой модели это 3D формы. Ложка на носу присутствует. Сейчас мы попробуем на бликах показать ее изгиб. Вот такой вот. это классная технология и ряд брендов начали применять их на своих досках, но Джонс был, ну, если не первым, то одним из первых. Но у каждого она реализована по-своему. Здесь величина ложки приличная. На разных моделях она разная. Например, на авиаторе вот эта кривизна носа, она меньше. Здесь больше. Это паудерборд. И работает это как примерно нос корабля. Это прямо видно, когда ты заезжаешь первым следом в мягкий снег. Ты видишь, как сноуборд не толкает снег перед собой, а снег немножко по краям разлетаясь, по сторонам разлетаясь, не создает сопротивление движению сноуборда. И этот сноуборд, даже находясь в толще снега, лучше скользит на положняках, там, где другие встают, этот, не чувствуя сопротивления, едет быстрее. На нем проще стартануть в мягком снегу. Но такая же ложка была и на прошлой версии. Но там ложка была не только на носу, но и на хвосте. здесь видно, как вот эти ушки, они приподняты чуть-чуть, вот эти точки контакта. Плюс есть такой, ну что ли, небольшой канальчик, вот такой вот изгиб или заметный. А вот на новом ховере такого нет. И это тоже важное изменение. здесь нету никакой ложки. Абсолютно плоские точки контакта. Они не приподняты. И это делает эту доску острой в поведении на подготовленном склоне. Плюс вот уже видно на тупшите каналы. Они прямые. Попробуем показать на скользячке. Прям их они ощущаются с острым краем. они добавляют хвосту жесткости, я уверен. Ну прям край острый, как ребро жесткости воспринимается. Плюс это добавляет в определенных кондициях снега мягкого цепкость хвосту. Как это работает? когда снег очень рыхлый. Вот например как в наших видосах в начале сезона, где просто даже вот этот ховер едет под снегом почти всю дорогу. Там это не ощущается. Но если снежок плотный, мягкий, но плотный, ну типа если вы отстегнетесь от сноуборда, то провалитесь максимум по колено, по ботинок, то вот эта штука начинает работать. То есть они как бы цепляются за стенку снега, по которой вы едете. И хвост уже не срывает что ли в проскальзывании. У вас появляется четкое ощущение хвоста. Вообще несмотря на вот такую направленную форму хвоста здесь много. И кто смотрел последнее видео, где я менял доски три спуска три доски, каждый спуск новая доска, там я комментировал, что ощущение хвоста у этой доски присутствует, несмотря на вот такую вот форму. Просто эффективная длина хвоста за задним креплением она приличная. Она как у стандартных сноубордов что ли. Несмотря на то, что вот здесь нету какого-то такого привычного нам объема. Плюс отсутствие ложки и вот эти каналы делают хвост цепким. Это интересная особенность этой доски. И на нем реально весело кататься по трассе. Я думаю у многих сейчас вопрос а как же там нос дребезжит, не дребезжит. Честно, меня и в прошлой версии это не смущало. Такие комментарии я слышал даже в сторону флагшипа. Просто у флагшипа рокер начинается от центра закладных. И по сути, если ты едешь, например, на плоской доске по положнячку, то у тебя нос делает вот так. Но это никак не мешает кататься. Это просто визуальная штука. Давайте мы вместе посмотрим на слоумо, как гнется этот сноуборд, когда я катаюсь на жесткой трассе. Но, как вы видите, никакой потери стабильности я не ощущаю. Если говорить про стабильность этого сноуборда на странных сложных кондициях снега, на разбитом пухляке, вот здесь я чувствую, что эта версия чуть слабее предыдущей. вот то была бронебойная машина и на ней можно было гонять не задумываясь на всех ходах даже во вторую половину дня в паудер день, когда все раскатано в мясо. Здесь об этом нужно думать. Теперь самое главное ощущение от плавучести этого сноуборда. И, конечно же, я знаю, что вы хотите, чтобы я сравнил эту доску с майнд экспандером. И я взял его с собой. Заменим старую версию ховера и достаем майнд экспандер. И, если честно, у меня тоже был вопрос, блин, а в чем же разница и какой смысл делать делать мягкий ховер и как это будет работать. Я до последнего, пока не покатался на нем по трассе, по разбитому, прямо не знал, что вам рассказывать. Ну, типа, как объяснить, кому какая доска нужна. Но давайте я попробую. Если вы сейчас стоите перед выбором, эта информация максимальна для вас. и здесь инженеры поработали. Ну, и вообще здесь видно особенность взгляда на катание по мягкому снегу. То, как плывут эти доски, это, ну, это просто они плывут настолько по-разному. Ну, с чего начнем? Давайте начнем с майнд экспандера. Майнд экспандер находится в серф-серии, которую Джонс делает вместе с серф-шейпером Крисом Кристенсеном. И здесь реально есть дух серфинга. Ну, во-первых, посмотрите, где точки контакта на носу у ховера вот здесь и у майнд экспандера вот здесь. То есть основной объем носа у ховера вот в этой части, а у майнд экспандера вот в этой части. под передним креплением у майнд экспандера шире, у ховера уже. Под задней ногой у майнд экспандера уже, у ховера шире. То есть майнд экспандер более клиновидный. Также он более жесткий. Но давайте про жесткость попозже. Он более клиновидный. и эта доска плывет проще. Хотя, блин, и это тоже плывет несложно. Но у них всплытие отличается тем, что когда плывешь на майнд экспандере, снег тебя толкает в переднюю ногу. Ты чувствуешь всплытие передней ногой, потому что объем вот здесь. И это то, чем эти сноуборды по плавучести немножко схожи с серфингом. Потому что если мы представим себе серф и положение ног на серфе, то передняя нога стоит практически на самом широком месте серфа. И когда ты ловишь волну, начинаешь съезжать с волны, то, как ты распределяешь вес, как сильно ты его даешь на переднюю ногу, вот эти ощущения, они похожи с тем, как вот этот сноуборд плывет в мягком снегу. Плюс зауженная пяточка, ее уменьшенная площадь. И смотрите, вот отсюда начинает подниматься хвост, а у ховера хвоста видели, сколько много, то есть как велика эффективная длина хвоста на ховере. Здесь он начинает подниматься вверх, это тоже накладывает отпечаток на то, как он плывет. Нога, задняя нога проще проваливается под снег, в то время как у ховера больше площадь хвоста, хвост начинает загибаться не отсюда, а вот от этого места, плюс отсутствие 3D-форм на хвосте, здесь присутствие, оно делает доску по ощущениям больше. И вот этот объем, который находится не в этом месте, как на Mind Expander, а вот здесь, толкает доску в районе носа вверх. И сноуборд, ну типа понимаете, да, если положить доску вот так вот, то она будет хуже прогибаться в серединке. А если ее положить на две опоры, которые под кончиком носа и под кончиком хвоста, то доска будет легче прогибаться. И когда едешь по пухлячку на этой доске, у тебя вот эта часть доски начинает всплывать и выходить на поверхность. В то время, как у Mind Expander толчок идет вот сюда. Плюс хвост здесь длинный, и ты ощущаешь его длинным. И у тебя большая опора на снег хвостом тоже. То есть ты чувствуешь эту доску в снегу больше. Хотя Ростовка чисто технически по сантиметрам здесь меньше. 156 против 158. И сказать, что из этого лучше, я не могу. Я попытался вам объяснить то, как эти доски ведут себя. На какой доске интереснее кататься по трассе, мне однозначно интересно кататься на ховере. Потому что разница в ширине под передним креплением и под задним здесь меньше. И ты чувствуешь эту доску как чуть более широкий обычный классический сноуборд. Вообще, если не смотреть под ноги, что ты едешь вот на такой ракете, то просто едешь на классном, цепком, динамичном, живом сноуборде. На нем можно ехать достаточно быстро. Радиус позволяет. Это снаряд более жесткий. Он, мне кажется, плывет и вообще управляется проще. Типа на все случаи жизни бронебойная доска. Если вы тяжелее обычного для своего роста, вот, например, я на ней катаюсь с ростом 182, весом примерно 78 килограмм. Мне на ней отлично. Но также на ней могут кататься люди до 90 килограмм, если они ростом в пределах 180. Например, на 156 ростовке я бы сказал, что людям под 90 будет уже мягко. Но если это начинающий фрирайдер и доска нужна для круизинга, то и в 56 ростовке она под такой вес может подойти. Хотя это уже больше, чем нужно для этой ростовки. Конечно, если рост в пределах 180. Я думаю, вы меня понимаете. Чтобы вы могли прямо сейчас после этого обзора сравнить все цифры, мы в описании оставим ссылку на сайт производителя и там в карточке товаров, в таблице вы можете увидеть все эти показатели. Вообще круто, мало брендов, которые указывают эти цифры. Не просто ширину носа, есть бренды, которые указывают только ширину талии. Блин, а как же ширина носа, ширина хвоста, чтобы как-то вычев одно из другого понять, какая разница у них в ширине. А Джонс заморочился и они указывают длину носа. Это расстояние от самого широкого места на носу до кончика носа. Длину хвоста, ширину под задней ногой, ширину под передней ногой, это ширина не рекомендованных закладных средних, скорее всего. Поэтому сравните, можете подойти с линеечкой к своему сноуборду, измерить его в тех местах, где у вас стоят крепления, чтобы ну как-то сформировать у себя ощущения, начать их формировать и начать с умом подходить к выбору сноуборда и пытаться представить, как тот или иной сноуборд может работать под вами. Старых оверкрафт любили карверы, любители укладок, ребята из фанкарва, они прям вообще фанаты этой доски были. Даже когда они сделали свои доски, обзор которых кстати есть у нас на канале, они стали, они похожи на ховер внешне. Конечно, на деле они отличаются, причем сильно, но они стали похожи. Подойдет ли эта доска для тех, кто хочет делать укладки? Я честно не знаю. Я даже не пытался ложиться в повороте на склон на этом сноуборде, но любителям видосов от Carro Shapes и вот такого карвинга, спортивного карвинга, который там показан, этот сноуборд придется по вкусу. Гибкая доска, острая, на хвосте, с шикарным зацепом, едет приятно, мне нравится. по поводу креплений, по поводу подбора креплений под разные доски, я, пожалуй, сделаю отдельное видео, но здесь скажу, что на этом сноуборде хочется кататься в более жестких креплениях, может быть, чтобы компенсировать его гибкость между креп, но мне очень понравилось ездить на этом сноуборде в Drive Pro. Я пробовал кататься здесь на метеоритах, если вы чуть легче для этой ростовки, чем, например, я, можете ставить туда креп и чуть-чуть мягче, но под мои параметры и стиль катания идеально подходят Drive или Drive Pro. Интересно, обо всем ли я рассказал? Со старым ховером сравнил, с Mind Expander сравнил. Наверное, все. Давайте я еще покажу вам толщину доски. Видите, Mind Expander потолще будет, чем Hover. И он жестче. Я еще не сравнивал. Вот примерно такая жесткость Mind Expander и вот с тем же усилием сразу для сравнения Hover. В комментариях под прошлым видео многие негодовали, что я не сделал вывод. я ценю, что вам интересно знать мое мнение и какая доска мне понравилась больше. И именно в тот день мне прикольнее было на Mind Expander. Но Hover это доска, которая тоже останется в моей коллекции и под определенные погодные условия я буду кататься на нем. если я захочу порезать по склону скорее всего я возьму вот этот Hover. Если я захочу далеко полетать это будет Mind Expander. Если я поеду на ратраке первым следом или возьму снегоход это конечно будет Hover. Поэтому делайте выводы, смотрите на катание, чекните наш обзор Mind Expander и делайте правильный выбор. Пользуйтесь нашими промокодами. Жду вас в комментариях. А мы увидимся в следующем видосе.